Всего несколько минут на сцене. За это короткое время нужно правильно преподнести себя и образ, показать, чему научилась, проявить индивидуальность и выделиться среди прочих. Я буду смотреть в общем картину, чему они научились, но я не сомневаюсь в нашем преподавательском составе. Но также я буду смотреть уже девушек, которые готовы для работы в качестве модели, демонстратора одежды в вашем городе, в Беларуси, а возможно и за границей. Быть моделью – тяжелый труд, а где-то и талант. Теперь это хорошо знают выпускники студии моды Сергея Нагорнова. Преподаватели очень хорошие все, относятся замечательно просто, профессионально. Нам очень нравится с ними общаться. В любой момент можно подойти, спросить любой совет, они всегда помогут, подскажут все время. Я стала более открытая, сама уверенная в себе, зная, что я красивая, улыбаться, мне красиво ходить. Походка, осанка, взгляд – это мы учили на уроках дефиле, хореографии, актерского мастерства, этикета. Колоссальный результат, потому что так как девчонки, наши мальчишки пришли к нам сразу в школу, это было одно. Теперь они у нас научились многому, поменялись у них вкусы, интересы, более развитые они стали, более красивые, четко чувствуют моду. Подиумная школа Нагорнова в Мозере открылась только в сентябре прошлого года, и это ее первый выпуск. Понятное и волнение педагогов. Они, к слову, поддерживали своих выпускников, как за кулисами, так и на сцене. Я думала, для меня это будет сложно, но в течение всего процесса работы я получила колоссальное удовольствие, потому что это на самом деле интересная работа, очень приятно работать с учащимися, и на самом деле очень хороший коллектив, и на самом деле подиумная школа Сергея Нагорнова – это высокий уровень, как в Беларуси, так и вообще. Выпускники получили свидетельство европейского образца прохождения обучения в подиум-школе. Теперь они могут выступать в качестве фотомодели для рекламы, сотрудничать с дизайнерами, принимать участие во множестве других интересных проектах. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».